всем привет на следующий день посмотрим какой будет с утра идет дождь всю ночь шел дождь пока еще не успокоился но я думаю сейчас через какое-то время будет нормально уже мало-мало похолодало конец августа миннесота север но если тут в середине в конце ноября уже снег лежит сейчас едем на склад оборудование получить и дальше работать сначала заскакиваем за утренним кофейком на заправку бензинчик подорожал был 210 ну и эти соответственно тоже сегодняшнего дня заезжаем на склад нашей компании оборудование какое-то заканчивалось надо взять здесь хороший маркет хороший склад отличные кладовщики как бы проблем нету я уже поработал и там и там и там и там на разных складах и маркетах этот самый лучший из тех которые работал по сравнению там со всякими далласами блин это не реклама просто говорю как есть так куда-то встать ребята знакомый мой работает тоже тракт себе купил но не американский ходу японскую маленькую как тракт но но меньше чем чем мой короче рам два раза но ему дом не таскать как бы ему по только для работы полный привод он купил он работает здесь миннесоте и зимой и короче чисто кузов у него там небольшой ну классно нормально вообще офигенная honda если дом не таскать за зашипить короче вот такой наш склад склад и дождь есть выдача внутри и летний вариант снаружи стол стоит подходишь короче заранее отсылаешь с вечера по электронке отсылаешь информацию что тебе надо с утра приезжаешь уже все в коробках готова тебе просто выдают и все и сдаешь то оборудование которое взял у клиентов ну там апгрейты всякие кое-что взял но треть от того что я просил вы знаете какая нас настигла проблема ребята вдруг буквально две недели назад это началось нет оборудования проблемы с эквиментом по ходу из-за из-за того что все производится в китае все эти модемы бакса и все остальное а так как сейчас этот ковид найти вирусы закрытые границы остановленные производства по ходу китай до сих пор там колбасит и не хватает оборудования я только что на складе пошутил посмеялись что скоро придется с пистолетом заходить вам на склад чтобы модем взять вот такие вот такие дела мы приведу пример что я просил 6 модемов одного типа 6 модемов другого типа DVR я просил 4k 4k качества 2 всего просил потом еще там какие-то баксы просил и всего из этого мне дали всего три модема xb3 старого типа и все говорят больше ничего нет если говорит раньше мы получали там скажем так 22 месяца назад мы говорит получали по 4000 единиц эквимента сейчас говорит мы получаем по 800 дело еще в том что когда начался весь этот коронавирус то компания компест раздавала сервисы бесплатно то есть интернет я не знаю может быть там на каких-то льготных условиях государство там как-то компенсировала это или чё то есть всех переводили на онлайн обучение и соответственно многим людям ставили essential пакеты такое общественный интернет там низкая скорость но бесплатно соответственно предоставляли на два месяца модемы и короче все это вот короче вот так вот проблемы с оборудованием на кабеле проблема с оборудованием началась это жопа это при том что именно были проблемы с оборудованием на разных других маркетах где работал да ну в том числе другая компания спектрум были проблемы но на этом склад складе не было проблем никогда то есть буквально вот там месяц назад сколько мне надо было я пишу они не столько и дают а это печально то есть сейчас начинает все приходить к тому что проблема не не в том если работа если заказа от клиентов а проблема в том что тебе при наличии работы нечего будет нечего будет им поставить дождевичок видишь какой еще есть этот штаны такие же волмарте покупал еще давно в дождь спасают находится в маленькой канаде лилл кэнэда старая часть города вверху от миннеаполиса от даунтауна идет дождь и знаете что я заметил после того разворота в техасе я уже на новой резине все равно еду уже блин на измене как говорится пуганая ларона куста боится ездим на первую работу 20 минут от склада апгрейд надо людям добавить модем интернет у них его нет вообще и поставить dvr заменить одну баксу на dvr пока до работы есть 20 минут звоню в этот момент по ватсапу жене и детям короче со всеми общаюсь и между работами тоже созваниваемся о том о сем ругаемся нет нет смеемся и все такое по видео общаемся каждый день у меня в принципе начинается со звонка домой пошел звонить впереди даунтаун я кстати не посмотрел в какой эре сегодня работаем сейчас чуть попозже скажу просто тупо адрес поставил на навигацию и поехал надо посмотреть ну судя по всему сегодня дождь зарядит на везде судя по небу сегодня солнца мы не увидим но с другой стороны это хорошо в каком плане что если вдруг тебе надо будет сейчас приедешь а там надо будет на столб лезть кидать новую линию то ты просто-напросто соскакиваешь с этой работой легко пишешь то что дождь возможно гроза и ну все мокрое короче нежелательно ты можешь соскочить по столбам лазить в мокрую погоду сами понимаете там и электрические провода и все такое короче с такой работы можно соскакивать в этом преимущество когда дождь и сейчас вот эта работа которую мы едем потому что апгрейд это уже значит что там есть сигнал значит сейчас просто зайти и ну короче внутренняя работа не на улице едем через реку миссисипи по мосту миссисипи ривер как бы да ребята я понимаю что я часто произношу может какие-то слова которые я пытаюсь сказать на русском но просто не всегда получается может быть что-то непонятно в том плане что ну вы понимаете что я в основном целыми днями разговариваю на английском с клиентами и все что касается работы у меня все связано все названия и все выражения связаны с английским языком у меня даже иногда попадаются когда русские клиенты я пытаюсь с ними на русском разговаривать у меня не получается ну в том плане что есть да какие-то названия чего-то как-то все на английском и мне легче на английском даже недавно поймал себя на мысли что с бухгалтером со своим общался сейчас налоги закрывал и она у меня спрашивает там какие-то номер счета там еще что-то я говорю давайте этот давайте на английском ну цифры я буду вам говорить на английском она говорит да давай без проблем ну в том плане что мне уже легче сказать 0 2 8 9 9 6 чем 0 2 6 ну понял да потому что в работе я постоянно все цифры целыми днями общаюсь с диспетчерами и все такое я произношу на английском языке поэтому мне уже легче легче на английском потому что я тебе серьезно я вспоминал 3 секунды вспоминал как 0 сказать ну так вот ну это обычные процессы что делать сегодня ребята у нас не зеленые лужайки обычный район то есть будет такие дома пластик и всякое это говно блин и контингент будет обычные белые и черные все в перемешку мексы ну это я уже знаю вижу по району то есть это не там где живут судьи среди цветов и зеленых лужаек сриженных как можете сами увидеть примерно здесь гораздо лучше чем там на зеленых лужайках для кабельщика все душе в ней гораздо легче в плане работы и все такое и небольшие дома ты можешь быстро перемещаться это для нас главное у нас дом номер 3801 с левой стороны через две улицы первая вторая и сейчас где-то слева сейчас остановлюсь ориентируюсь сориентировался видите дорога переговорожена и написано unite in love и все такое это место убийства Джорджа Флойда и дом в котором мы будем работать вот этот то есть в данный момент работаем в трех минутах ходьбы от места убийства Флойда ну да нормальная улица нормальный район несмотря на то что здесь убили Флойда видите как я ошибался в Миннесоте пока я поработал поставил модем и баксу уже солнце вышло черная женщина добрая классная смотри там какой-то флаг они повесили сейчас чисто так к забору подъедем кому интересно место убийства Джорджа Флойда вы можете посмотреть другое видео на канале а мы так чисто вот подъедем что там флаг какой-то странный у них там висит красный верх черная середина и зеленый вот смотри идут белый чувак с двумя детьми девочка с цветами нам носить цветы некогда мы едем работать пожилая женщина прикольная с порога начала называть меня метком хари сын у нее такой приблажный какой-то видно такой домашний говорю что теперь живете в историческом месте сами того не ожидая она говорит да с пожилыми что сложно объяснять им вот это как что включать как что работает создать вот эти все пароли на вай фай и все остальное это все напряжно тратишь время ну ладно зато все душевно сейчас проезжаем мы буквально вот отъехали от того дома от места убийства флойда и вот этот район где конкретно были погромы то есть слева вы видите красное вот этот знак таргет это там где я снимал когда было все разбито в магазин разбиты вот здесь вот это все происходило кроме надписей на стенах ничего не поменялось и то я смотрю уже что-то позамалевывали в таргет я не знаю я сюда не езжу я не знаю работает он или нет восстановили его или нет короче непонятно под мостом сидят ребята отдыхают короче вот здесь вот это все происходило основное ну под таргетом я смотрю какие то машины стоят ремонтируют походу после погромов да он не работает весь огорожен и стоит полицейская машина ну видно идут строительные работы восстановительные ну и все походу а так все все нормально уже практически не осталось и следа вот конкретно здесь все эти были полицейские столкновения вокруг этого таргета все нормально все хорошо даже он новый светофор и повесили короче жизнь продолжается ну вот справа там что-то на стенах написано еще есть фанера фанерой забита блм там ну и все две минуты осталось до адреса надо поставить модем и беспроводную баксу опять же это получается две минуты от этого таргета то есть сегодня я работаю в этой зоне которая была погромная направо и вот вон дом где чувак стоит слева наш дом что-то там ремонтируют видно человек только переехал сейчас вот в этом доме буду работать где написано огромными буквами black lives matter посмотрим что там за контингент я уверен что все нормально единственное что хридово что там машинка она припаркованная и нет возможности близко поставить и в комментариях написано что человек просит интернет быстрее потому что надо работать то есть там не какой-то распиздяй живет black lives matter а человек который работает онлайн из дома и и и и онлайн и они вот кабеля нам надо найти молодая белая девушка живет в этом доме сейчас ищем кабеля куда они идут и подключаем короче в этом районе в этом доме black lives matters на втором этаже я работал живет белая девочка лет 18-20 имя настя оказалось что она наполовину русская мама с москвы выросла здесь по не говорит короче только на английском вот такие дела black lives matters все дела на первом этаже живут тоже белые в районе 30 лет парень девушка тоже белые молодые ну короче такая студенческая среда вы уж извиняйте за возврат к этой теме но просто так получается что я здесь живу и в данный момент сегодня я работаю в этой эре где все это происходит вчера же об этом не говорил так что такие дела жалко я не могу все это показывать в плане людей как бы за там внутри дома там где работаю с кем общаюсь но не могу это все показывают это нарушение личного пространства 5 10 меня посол уволят потом навсегда вообще поэтому такие дела придумывать ничего не буду верти на слово говорю все чистую правду так-то для америки это ничего удивительного потому что если вы примерно хотя бы немного знаете историю например война во вьетнаме вся молодежь все студенты все были против войны во вьетнаме устраивали акции протеста и все остальное я уверен что были те какие-нибудь республиканцы которые которые были за эту войну и все такое понимаешь поэтому то что молодежь студенческая среда поддерживает black lives matters независимость от того что они белые даже на половину русские блин это нормально для америки студенты и должны шебуршать старые жирные тела блин понимаешь засидевшиеся своих бизнесах в домах в делах своих семьях этих своих отпрысках всего остального кто будет еще шебуршить это старое говно блин только молодежь только студенты которым нечего терять это круто это круто у нас нам бы такую активную молодежь я тебя уверяю было бы все по следующая работа такая же тоже поставить модем и варли с баксом и 10 минут езды 9 минут в обратную сторону то есть едем опять в сторону я так понимаю остаемся в этой же зоне протестов